А какие принципы заложены в этот мир? У каждого творения есть идея, ради которой это творение было создано. Так вот этот компьютер, через который мы с вами общаемся, у него есть идея. И идея была в том, чтобы помочь человеку эффективно работать, эффективно обрабатывать информацию, получать, давать. То есть эффективно работать с информацией. И этот компьютер реализовывает эту возможность. Здесь все создано для этого. Эти клавиши, чтобы мы могли набирать текст, этот экран, через который мы можем получать информацию, видео, аудио, здесь динамики есть, он не такой большой, чтобы можно было переносить его, это рабочий инструмент. Все это, все это под одну цель – помочь человеку обрабатывать информацию. И если мы будем использовать компьютер для этой цели, то тогда у нас все хорошо получается. Используем, чтобы набирать, смотреть, слушать. И тогда эта вещь, ну, мы видим эффект, польза какая-то. Но если мы считаем, что этот компьютер создан для того, чтобы колоть им орехи, то мы увидим, что он как-то плохо он колет орехи. Как-то вот он не переспособлен для этого. Кто так строит? Зачем этот компьютер был создан? Это же глупая идея. Идеальный же молоток. Зачем так все много? И вот точно так же мир, в котором мы живем, этот сложный мир. Вы представляете, этот мир сложнее, чем этот компьютер. Есть же идея создания этого мира. Идея заключается в том, чтобы реализовать две вещи. Я часто на своих тренингах устраиваю такую игру, работу. Я делю аудиторию на два лагеря и объявляю, что вот сейчас такая ситуация. Мы сотворили мир, но в этом мире нет законов. И вот сейчас вам нужно придумать законы. И эта часть, с левой стороны, вы должны придумать законы, то есть такие, что такое хорошо и что за каждое хорошо вы будете, как вы будете награждать человека. А вам нужно определить, что такое плохо и нужно понять, как за это плохо вы будете наказывать. И там люди говорят обычно, ну вот там воровать это плохо, за это посадить в тюрьму на пять лет. Кто-то говорит, не знаю, брать, переводить людей через дорогу, это хорошо, за это нужно дать тысячу рублей. Ну то есть разные-разные-разные-разные списки пишут, я прошу им делать это конкретно. Мы пишем это все на доску и в конце концов, когда они сделают нам 15-20 секунд, я говорю, хорошо, а можно теперь вывести суть всех этих, то что хорошо и всех, то что это плохо. Вот люди начинают размышлять и мы приходим к выводу, много раз я это делал и всегда приходим к одному и тому же выводу. Что если человек сосредоточен на себе, если человек сосредоточившись на себе, то есть проявляя эгоизм, человек естественно проявляет неуважение к окружающим, которые проявляются вот этих дурных качествах, то что люди называют дурные качества, грубость, предательство, воровство, обман, все это происходит из одного корня, человек очень сильно думает о себе, думает о своих потребностях. И вот это люди называли нехорошим. Когда же человек проявлял такие качества, как уважение, доброта, забота, жертвенность, то люди говорили это хорошо, но откуда появляются эти все хорошие качества? Они проявляются просто из-за того, что человек меньше сосредоточен на себе, его видение становится шире, и он начинает замечать других людей и принимает просчет их существования. И получается, все люди обычно много раз, я раз, наверное, пятнадцать проводил игру, этот тренинг, и всегда приходили все люди, я их не уговаривал, их не заставлял, они сами приходили к этим делам. И на самом деле это отражение истины. Веды также объясняют, что в основе этого мира лежит два этих принципа. Когда человек сосредотачивается на себе, соответственно, проявляет этот эгоизм, гордыню, гордость человека, незамечающих окружающих, и проявляет этот эгоизм через дурные качества, естественно, неуважение, берет чужую, потому что я там важнее, то тогда законы кармы, законы, которые созданы в этом мире, которые следят за этими принципами, если человек проявляет этот принцип эгоизма, законы кармы начинают его наказывать. Когда же человек проявляет хотя бы немного, идет в эту сторону жертвенности, служения, уважения, то законы кармы начинают его награждать. В чем идея, почему эти два принципа положены в основу этого мира? Согласно ведом, идея этого мира в том, чтобы, с одной стороны, дать человеку возможность реализовать свои желания, потребности личные, но, с другой стороны, самая главная цель этого мира – возвысить человека. И законы так устроены, когда человек идет в сторону жертвенности, служения, бескорыстия, то законы кармы его воодушевляют, дают больше возможностей, дают больше талантов, дают больше каких-то условий, потому что человек правильно идет. Ему говорят, правильно идешь, но тебе еще возможности проявляет. Когда человек идет в обратном направлении, возможности начинает забирать. Неправильно пользуешься, неправильно тратишь деньги, неправильно тратишь свою красоту. И поэтому вечная природа, почему этот мир так устроен? Чтобы привести душу к вечной природе. На санкрытии вечная природа называется санатана-дхарма. Санатана значит вечная, а дхарма – предназначение. Вечное предназначение души – это бескорыстие, уважение и любовь. Любовь – это самое полное проявление сознания, когда живое существо живет счастьем того, кого оно любит. И высшим объектом является абсолютно истинный Бог.